Друзья, хотел бы вас предупредить, что у меня появилась собственная группа по прокачке в GTA Online. Если вам нужен самый высокий левел и огромные кучи бабла, то вам нужно обращаться именно сюда. Друзья, здесь он сделается очень быстро, качественно и, главное, дешево. Также, друзья, сейчас здесь проходит конкурс, победитель которого получит бесплатную прокачку в GTA Online. Поэтому, друзья, спишите, ссылочку на данную группу вы найдете в описании к ролику. Всем привет, друзья! С вами я, Жек Госс, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на еще один очень интересный модец, который добавляет в GTA 5 секретную базу мафиози. Вообще, карта называется «Подводный штаб мафии». Но я думаю, что вы еще даже и не догадались, что штаб находится под водой. Ладно, ребятки, давайте начнем, пожалуй, с самого начала. Сама карта начинается вот у нас отсюда, от этой дороги. Здесь мы, Сара, уже видим достаточно крепкий блокпост. Стоят тут, сколько получается, 6 человек, не считая охранника, да? Достаточно солидных, посмотрите, в таких пиджачках все красиво, все цивильненько. Крутые тачки стоят. Также, друзья, как я уже отметил, здесь у нас находится охранник в этой будке, посмотрите. Он у нас, кстати, с оружием, то есть все серьезно, да? Никаких шуток. Ой, ой, друзья, извини, я его толкнул случайно. Ладно. Бордюр открывается, как вы видите. Очень круто. Так, давайте будем смотреть дальше. У нас вот есть подземный путь куда-то, но мне кажется, что это на, собственно, стоянку. Поэтому давайте мы пойдем с вами по порядку все смотреть. Вообще, ребят, я думаю, многие из вас сейчас удивились. Что это вообще за место? Ведь, ребят, такого места в GTA-шке по сути нету. Это просто полностью загруженное новое озеро для GTA. Давайте я даже покажу вам на карте это место. Вот, его тут просто не должно быть. Но, как вы видите, оно здесь находится. И этот факт достаточно интересен, потому что, ну, мне кажется, что это очень прикольно. Это место как раз-таки и предназначено для вот такого вот озера. Вы даже видите, что деревья, да, растут из воды. Ну, в общем-то, как говорится, ничего странного, да? Ладно. Давайте смотреть дальше. Ну, что ж, ребятки. В общем-то, у нас здесь имеется палуба, на которой, помимо крутых тачек, стоит огромная яхта. Я не знаю, как она сюда уместилась, просто кто ее сюда притащил и какими силами. Но она находится в этом маленьком, мать его, озере. Это что-то нереальное. Правда, друзья, вы посмотрите. Я в шоке. Офигеть. Ну, сразу же видно, что, кстати, машины это мафии какой-то, потому что лимузины всякие, машины старого типа, да? То есть раресеты или просто тачки достаточно красивые такие, да? В общем-то, все достаточно серьезно. Везде стоит охрана с крутыми пушками, поэтому давайте шибко шуметь не будем. Будем идти так спокойненько и смотреть все по порядочку. Тут вон кто-то у нас танцует уже, похоже, немножко, ну, не знаю, немножко или нет, но все-таки уже выпил, да? Опять же, охрана везде. Давайте вот так вот аккуратненько поднимемся на палубу, посмотрим, что тут имеется. Ну, в принципе, стандартная яхта, то есть, я думаю, здесь ничего такого шибко экзотического не будет. То есть, обычный, обычный такой интерьер яхты, но ничего, да, странного здесь и нету. Ну, все достаточно красиво, симпатично стоит вертолет. В помещение мы, к сожалению, войти не можем, как я полагаю. Ну, хотя, может, сюда-то и можем? Да, сюда можем. Ну, вот, там, по сути, должна быть, как это, каюта, нет, ну, блин, назовем, ладно, каюта, я не знаю, просто как называется, но, в общем, каюта командира, да, где там все за штурвалом сидят. И, в общем-то, вы меня поняли, наверное, уже, что я хочу вам сказать. Так, у нас там, кстати, еще спереди что-то имеется, вы посмотрите, вертолет стоит, ну, я вообще просто ума не предложу, как мне туда пробраться, походу, где-то снизу. Давайте быстренько пробежимся, посмотрим, может, я что-то пропустил. Так, получается, где-то с этой стороны должен быть вход, да, а вот, походу, да, можно пробежать. Отлично, отлично, отлично. Кстати, место реально достаточно такое живописное, мне тут все очень нравится. Блин, Майкл, ты что делаешь? Ни хрена себе, чуть не прыгнул в воду. Да, опять же, вертолет стоит на площадочке, везде диванчики, все очень красиво, мне прям нравится. Странно, что этот, собственно, катер у нас, нет, не катер, а корабль без пушек различных, потому что это, по сути, все-таки яхта у нас не простого человека, а мафиози, поэтому, мне кажется, тут должны быть различные орудия. Хотя, мне кажется, мафиози не станут палиться, что это мафия, да, как бы, потому что им это просто незачем. Ну что ж, давайте сейчас отправимся с вами на нижние этажи. В общем-то, вот сюда мы с вами телепортировались, это у нас первый этаж, и он реально находится под водой, посмотрите. Вот здесь все и начинается, вот здесь мы с вами сейчас и сможем проникнуться этой атмосферой мафии. С секретной жизнью, как говорится, и все здесь достаточно интересно, мне прям нравится, вы посмотрите. Офигеть, везде пушки валяются, реально везде, везде бабки лежат, охрана, все очень-очень круто выглядит, мне прям реально нравится. Вы посмотрите на этот дизайн, этот интерьер, что-то обсуждают у нас солидные люди. По всей мафии, какое-то важное очередное задание. Так, везде вода, все очень красиво выглядит, мне прям реально нравится здесь находиться. Приятная атмосфера, приятное помещение, все очень круто, везде различная выпивка, еда, бабки. Короче, все, что нужно, даже миниганд лежит, не герой себе. Ё-моё. Кстати, авторы подумали о том, что мафиози нужно спать, поэтому поставил здесь у нас, как вы видите, кроватки. Так, куда-то я провалился. Ё-моё, что ты делаешь, Майк? Ну-ка, давай, поднимайся. Чё это такое? Какой-то провал. О, господи. Бамблби! Бамб? Вы серьёзно? Это бамб? Бамб, что ты здесь делаешь? Офигеть. Вот это реально круто. Вау, у нас там яхта потоплена. Ебоно мать. А вот это вообще круто. И мы видим с вами следующий ярус. Вы посмотрите, там даже самолёты. Ё-моё, вот этого я вообще никак не мог ожидать. Это капец как круто. Да, ребятки, здесь всё-таки немножко недоделанное помещение. Я надеюсь, автор это в дальнейшем устранит. Потому что карта всё-таки ещё первой версии. Поэтому, ребятки, её ожидает ещё очень крупное вмешательство. Да, в неё точнее. И, собственно, я надеюсь, что это всё будет исправлено. Опа! Экскьюз ми. Ну, слава богу, не загрелся. Я думал, всё, мне кранты сейчас грохнет. Но вроде как нет, всё пронесло. Так, друзья, здесь у нас с вами душ. В общем-то, ничего такого интересненького здесь не намечаем. Мне интересно, где босс. Босс там, наверное, да? Вот, который стоит, курит в таком пиджаке стильном. Ну, вполне вероятно. Так, ну что ж, ребятки. Мы с вами телепортировались на второй уровень. На втором уровне у нас с вами, как вы видите, в основном транспорт. Везде крутые тачки. А здесь вот на подиуме что-то ничего не стоит. Это, походу, уже машину, которую взял кто-то, да? Ну, кстати, менты едут, интересно, к нам, нет? Да, но вряд ли. А, ох, ламба. Ах, круто. Или не ламба. Ламба же, да? Или я что-то путаю? Я же ламбу устанавливал на эту модельку. Зенторн обычно, да? Да, зенторн. Блин, ладно, ладно. В общем-то, не важно. Так, смотрим дальше, друзья. А здесь у нас с вами самолеты. Золотой самолет. Ну, я даже не удивлён, в принципе. Просто большой самолет. Истребитель. Тачки. Военный какой-то автомобиль. Охренеть. Это просто нечто, друзья. Просто реальное нечто. Офигенная карта. Я реально доволен, что её скачал. Мне она очень нравится. Я надеюсь, что вам она тоже нравится. Потому что карта, ну, реально просто не могла обойти меня стороной. Я должен был записать на неё обзор. Везде всё валяется. Посмотрите, какие-то непонятные пушки, вещи, одежда, бабки. В общем, чего только здесь нету. Ну, и, в общем-то, друзья, вот у нас с вами ещё одно место. Как сюда можно попасть. Только это у нас уже получается с вами другой уровень. Я так полагаю, если мы сюда приедем на тачки, то нас телепортируют как раз-таки вот сюда, на эти нижние этажи. Ну, отсюда будет уже удобно как бы добираться до, ну, до парковочного места. Если где-то здесь парковать, да, получается, то будет достаточно удобно. Так, друзья, ну что ж, давайте возьмём какой-нибудь самолётик. Давайте вот, допустим, тут маленький истребитель. Или как это вообще назвать, я, честно говоря, не знаю. И просто на нём сейчас пролетим с вами. И посмотрим, как это всё дело у нас выглядит с высоты птичьего полёта. Так, ну что ж, что ж, что ж, что ж, давай, взлетай, взлетай, Майкл. Так. Оп. О, какого, какого, какого хрена? Всё. Так. Стоп. Стоп. Всё, понял. Так, давайте развернёмся. Ну да, развернулся, блин. Так. Я... Перед тем, как садиться в самолёт, надо было учесть, что я не умею летать на них. Это... О, господи. Вы видите вообще, что происходит? Я просто реально не умею это водить. Грёбаный самолёт. Надо было брать что-то другое. А можно вообще мышкой? Я просто привык мышкой как бы. Ну да, вроде как, можно. Сейчас меня обосрут в комментах, что я не умею водить самолёт. Ну ладно, обсирайте. В принципе, это так и есть. Я не умею его водить. Так, ну что ж, вот мы с вами пролетаем. Там уже над этим местом. Как видите, всё достаточно круто выглядит. Всё прям вообще реально... Ох, что это там за место такое? Ну-ка, 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 ну-ка. Майкл, давай-ка это. Давай-ка мы с тобой посмотрим, что там находится. Мне интересно прям аж. Хм. Я вот этого не заметил, кстати. Хотя, может быть, я это и заметил, но как-то не придал этому особого значения. Тоже какое-то помещение. Ну-ка быстренько, давай-ка, Майкл, доплывай. Теперь перелази, давай. Отлично. И что это у нас тут такое? Опа! Вот так вот, хорошо. Ну понятно, да. Вот это я видел, что здесь стоит самолёт. А получается... Тут у нас такой пробел, да. Ну, хорошо, в принципе, в принципе, да. Достаточно круто сделано. В общем, ребятки, за эту карту я могу поставить автору где-то, ну, 8 из 10. Потому что имеются здесь некоторые проблемы. И карту ещё стоит доделывать. Но какую отметку поставите этому дому вы, напишите в комментариях. Ну что ж, с вами был я, Жека Гост. Не забывайте подписываться на мой видеоролике, ставить лайки, писать комменты. Также не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, добавить её в избранное. И, друзья, если вам нужна прокачка в GTA 5, то обращайтесь в мою группу по прокачке. Ссылочку на которую вы найдёте в описании к ролику. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.